Viewer discretion is advised Forex FPS Многие пробовали играть на Forex Многие планируют Но Правда в том, что если у вас нет каких-то знаний Достаточных И скажем так Квалификации в этой области То вам лучше воспользоваться какими-то сервисами Которые могут помочь вам Могут Сгладить эффект от поражения И увеличить Вероятность победы И один из таких ресурсов это несомненно Forex FBS Сейчас, когда Курсы гривны, рубля, доллары И вообще все скачет как чертова чехарда Когда акции Apple падают на 3% просто из-за того Что вышло неудачное Обновление Сейчас самое время действительно зарабатывать На этом и поэтому Forex FBS дарит вам Мало того, что Бонус при Регистрации Причем не в каких-то там Виртуальных деньгах Когда знаете Мы дарим вам тысячу долларов На Выдуманных В Выдуманных деньгах Фантиками, грубо говоря Нет, это настоящие деньги И более того, сейчас идет такая акция Что вы получаете бонус 60% К своему первому депозиту Так что если И существует время для того, чтобы Вложиться в ценные бумаги И пытаться на них навариться Это прямо сейчас Ссылочка на FBS находится в описании Переходите, регистрируйтесь Зарабатывайте А мы переходим к блогу Хованского Так вот, друзья Я занимаюсь видеоблогингом С 2011 года И за это время у меня Сформировалась такая устойчивая традиция Каждый новый год Мы с друзьями ходим в баню И после этого я очухиваюсь В Москве, пьяный, неадекватно Иду как будто по своему адресу Прихожу в чужую квартиру, мой ключ подходит Туда, я открываю дверь Там шикарная тёлка Чуть позже приходит её муж Ибрагим И взрывает тротиловые бомбы Нет, на самом деле Другая традиция Во время Игромира мне начинают массово писать Фанаты и спрашивают Юра, около какого стенда ты тасуешь? Юра, где ты? Где можно с тобой сфоткаться? Где можно взять твой автограф? И правильный ответ на это Нигде, никогда, ничего И меня не было И не будет на Игромире Ну, как сказать, не будет Если меня не заплатят, конечно Потому что тогда Пирамида головы снова в деле На самом деле я хотел поговорить с вами О том, почему так популярен Игромир Именно в России Почему у нас, скажем так Не прижилась культура комиксов Нет, ну не то, что она не прижилась Конечно, каждый из нас там Ну не каждый, но люди, может быть Моего возраста читали И классный журнал, где были комиксы Про Гарфилда и Кельвина и Хоббса Может быть кто-то Совсем уж алтфаги выписывали В детстве у Микки Мауса Где тоже было очень много интересных Комиксов и советов Но по сути Говорить о развитии Культуры комиксов в России Всегда стрёмно Потому что хотелось бы, чтобы было Лучше, то есть Я вот не хожу на Игромир И комиксам я тоже довольно равнодушен Но если бы у нас проводились какие-то такие Вечеринки в стиле, например, DC Где все приходят как злодеи Из Бэтмена, там, Загадочник Двуликий Джокер Это было бы действительно интересно Но так уж получилось, друзья Что к комиксам у нас относится очень холодно Если то есть сравнить тот же Игромир с Комикомом Вот популярность Игромира Вот популярность Комиккона Но чтобы люди, которые любят Игромир Не зазнавались Вот популярность Игромира Вот популярность, например, футбола И с этим Ничего не сделать Это объективная реальность Таковы условия, которые Таков культурный фон, в котором мы живём И почему же так популярен Игромир Прежде всего Мне кажется Это как моё личное мнение Что большинство людей Которые ходят на Игромир Ходят туда не ради игр Потому что, ну Что нам может предоставить Игромир В плане игр Вот если вы посмотрите на то, что Было представлено в этом году То, грубо говоря Ну процентов Сорок Тридцать пять Вот так это игры Которые уже вышли Вот чего я никогда не пойму Так это людей Которые идут на выставку Для того, чтобы Выстроиться в очередь Сначала на входе Отстоять там три часа Заплатить Грубо говоря Два косаря за билет Пройти внутрь И потом отстоять Ещё в очереди Полчаса для того, чтобы На большом экране Поиграть в Майнкрафт С геймпадом Майнкрафт же, блин Уже вышел Что с вами не так? То же самое касается И FIFA 15 Чей стенд там был И Shadow of Mordor Я просто не понимаю Для чего это делается Я, ну Нет, я понимаю То есть нужно продавать игры Организаторам нужно Я не понимаю, почему люди на это ходят Я не понимаю Зачем идти и смотреть на FIFA 15 На каком-то там игромире Если FIFA 15 Есть на моём PlayStation Вот Она Доступна Я могу в неё поиграть Я могу Получить всю информацию Об этой игре Просто Играя в неё Я Я не должен куда-то идти Не должен за это платить И пытаться продать мне То, что уже как бы вышло И за что более того Просят деньги Я этого не понимаю Я этого никогда Не пойму Ну, конечно То есть Есть очень много новых игр Из тех, что Я там видел меня Единственная игра Которая могла меня привлечь Это, конечно Новый Batman Потому что Я очень люблю компьютерные игры Многие говорят, что я играю ради денег Что я совсем испортился Но я действительно получаю это удовольствие И Фанюсь Я просто не Возвожу Скажем так Компьютерные игры в культ Так вот Бэтмен О чём мы говорили И я прекрасно понимаю Что я и так буду играть В этого Бэтмена Я его в любом случае пройду Потому что все прошлые части Я прошёл по много-много-много раз И Я себе эти игры оставил Как единственный Где я не буду снимать лестплеев Потому что Ну Я действительно играю для себя Мне весело Я, блин, Бэтмен Когда я играю в это И Вот зачем мне, грубо говоря Идти И смотреть на Какую-то забагованную Альфа-версию Которую мне будут Показывать люди Которые Пытаются продать Побольше Своих копий При том, что я и так Собираюсь купить эту игру Я Правда не понимаю Людей Которые гордятся тем Что А я вот увидел Там геймплей Нового Assassin's Creed Unity За Три дня до того Как весь остальной мир Увидел его на ютубе И что Что ты с этим сделаешь От того Что ты Эмм Увидел его Что ты стал эксклюзивнее Или ты можешь гордиться этим Неужели это действительно какое-то Достижение При том, что Организация на игромире Сейчас Идёт всё хуже и хуже То есть Как бы Люди, которые там были Могут подтвердить И про огромные очереди И про Проблемы какие-то С проходками То есть Друзья Вы на массу не давали Аккредитацию Вот Вот вам Яркая причина Яркий пример Того что происходит На игромире сейчас И Ну блин Вот Кстати Мы говорили о Бэтмене Из числа тех игр Которые ещё не вышли Но остальные игры Вот в большинстве Ну друзья Серьёзно Вот неужели кто-то Готов платить деньги Стоять кучу времени В очереди Толкаться посреди Кучи школьников А в этом году Концентрация такая огромная Что даже Мэдисон Туда не пошёл А это своего рода Икона игровой индустрии И это что-нибудь Да значит Толкаться среди школьников Ради того Чтобы увидеть Очередное донатное говно От Wargaming Ой, раньше у нас Были танки Потом у нас Появились самолёты А теперь у нас Знаете что? Знаете что? Знаете что? Корабли! Несите ваши денежки Собирайте Раньше вы могли там Прокачаться Прокачать немецкую Или советскую Ветку танков Теперь вы сможете Качать там Японские Американские Всякие корабли И тоже Двигаться на том же Движке Я правда этого не понимаю Очередная Донатная ерунда От Mail.ru Которая там просто уже Грубо говоря Я не понимаю Чем По-моему проще уже Начать верить в саентологию Там хотя бы просто Просят денег И не дают тебе взамен геймплея Но говорят Все ты стал ближе к богу Мне кажется что за этим Будущее компьютерных игр В будущем игры будут Настолько задоначены Что в них уже не будет Игр то есть мы будем Просто платить Кто больше заплатил Тот стал круче И как бы все битвы Между игроками Будут проходить так Что сталкиваются два человека Сравниваются Их показатели доната Кто больше заплатил Тот победил Молодец Переходит в следующий раунд Дивизион Я блин Понятия не имею куда Но если говорить серьезно То мне жаль людей Которые Так Вот как бы Не то что Так фанатично Относятся к играм Потому что Повторюсь Я очень люблю Компьютерные игры Я безумно люблю в них играть Но Я просто не понимаю Вот подобного культа Я понимаю что Ну комиксы не прижились И что люди идут туда Ради Какого то общения С другими Но Блин Неужели вы думаете Что искать Единомышленников Друзей Женщин Кого угодно Через компьютерные игры Это лучший вариант Даже В сраной Закусочной Познакомиться с кем то Это и то Как бы более перспективно Да Люди которые одержимы Играми Они могут найти общий язык Ну нерды Грубо говоря Мне кстати не нравится Слово нерд Потому что Ну от него веет Чем то таким нехорошим Мне нравится Исконно русское слово Задрот И я кстати не понимаю Почему оно так часто используется В негативном контексте Типа Да ты задрот Сидишь за компом У тебя ручки вот такие Телочки никогда не было На самом деле Все Ну реально серьезные задроты Которых я знаю Они там ну По возрасту Отличаются от меня На 2-3 года Там вниз или вверх У многих из них есть жены Дети И все равно Они задротничают То есть Мне кажется что это Связано с тем что В России Игры всегда Оставались Увлечением Для Вот молодежи Грубо говоря Не то что для молодежи А для школьников Это несправедливо Потому что во всем мире Средний возраст геймер Гораздо выше чем у нас Но Как то у нас это не прижилось Я этого никогда не понимал Потому что мне кажется что Игры это отличная штука И осваивать их должны В первую очередь Не молодые люди Которые могут Заниматься чем угодно Там ходить на дискотеке Трахаться Веселиться Плясать А именно старики То есть в первую очередь Люди которые должны Играть в этот сраный World of Warships Или как это называется Это старики Которые там Могут поиграть Им весело Боевая техника Они там нифига Класс Как воссоздано Потренироваться Может кто-то из них уже Служил в каких-нибудь там Танковых войсках Им это будет весело Тратить же свою жизнь На событие Вроде Игра.мира Я не вижу в этом Никакого смысла Правда Я Не представляю Что может дать мне Грубо говоря Поход на подобный Ну, кроме кучи школьников, которые будут приставать ко мне, там, э-э-э, Холландский, когда новый стендап, можно ли с тобой сфотографироваться, захочу заняться таким говном, просто в личку посмотрю. И относительно вообще, вот, увлечения играми, я бы хотел сказать, это круто. Компьютерные игры, они развивают множество положительных каких-то или полезных качеств, но не стоит этим злоупотреблять, как бы, возводить кумира своего из этого, потому что, ну, действительно, если вы посмотрите на людей, которые посвятили свою жизнь компьютерным играм, которые действительно, вот, да вы просто посмотрите, блин, на отчёты с Игромира, посмотрите на людей, которые были, например, хотя бы три дня ходили туда, это же, ну, всё видно, вы никогда не увидите там какой-нибудь Хью Джекмана, который ходит и ему весело, это всегда одни и те же люди, и по ним прекрасно видно, что у них не то, что жизни нет, у них даже мнения своего, по сути, нет. И многие сейчас ходят на Игромир просто ради сисек и тёлок в костюме, таких людей я вообще не понимаю, я, если честно, я даже против сисек в Игре Престолов, и они меня дико раздражают не потому, что я гей, как многие думают, а потому, что мне и так нравится Игра Престолов, и в книгах Джорджа Мартина очень мало было описаний секса, но вот эта попытка всунуть, как бы, сиськи и развести такую быдлоту тем, что там есть тёлочки, она меня безумно раздражает. Я вот честно считаю, что если вы пошли на Игромир, и всё, что вы там запомнили, это, грубо говоря, ой, какие классные тёлки, была тёлка в костюме Лины из Доты, и там какая-нибудь, там, тёлочка одетая, как Ассасин Скрит, и там было 4 тёлочки Юнити, то у вас серьёзные проблемы. Я не могу описать это другими словами, да, если я хочу посмотреть на каких тёлок, я могу подрочить просто, включить порнографию, я не хочу мешать, грубо говоря, секс, всё это, вульгарность, со своими увлечениями. Мне не нужно в книгах, в фильмах, в музыке постоянной. Вот я помню, кстати, насчёт музыки, в детстве, когда я слушал группу Скутер, и, да, у нас в школе были махачи, те, кто любит группу Скутер, против тех, кто любит группу Оникс. Мы надевали балахоны и дрались за любимые коллективы. Я как-то купил одну кассету, скутер включил, и это был скутер, ну, типа, треки обычные, интересные, но на фоне там постоянно стонала баба. Я не знаю, может, и один нашёл эту кассету, но наверняка я уверен, что есть хотя бы несколько человек, которому в детстве попадалось такой же. То есть, грубо говоря, это заключалось в том, что идёт трек Скутера, и тёлка постановает на заднем плане. Так вот, Игромир для меня это то же самое, это вот игры, которые либо уже вышли, либо выйдут в скорейшем времени, ну, или их геймплей на Ютубе. То есть, понятно, интересно посмотреть, каких новых героев добавили в новый Mortal Kombat, но, блин, видео будет на Ютубе, вы сможете посмотреть его через несколько дней. Вы всё равно не... Если вы увидите его заранее, что это вам даст? Неужели это правда для кого-то оправдывает потраченную кучу денег, а люди покупали и VIP-ы, и заходили, и самое главное, потраченному времени. Я, опять-таки, не хочу напоминать про организацию, не хочу. Я сам не был. Может, там было весело, и мне все врут. Кто знает, кто знает. Может быть, весь мир это как большая такая путинская пропаганда, знаете, и всё не так, как мы себе представляем. Но что-то мне подсказывает, что нет. Потому что, действительно, огромные очереди, куча народу не протолкнутся с каким-то стендом. И я этого не понимаю, я этого никогда не пойму. Надеюсь, по крайней мере, что не скачусь до этого. И поэтому я могу посоветовать вам. Если вы хотите общаться с единомышленниками какими-то, с людьми, которые разделяют ваши интересы, это похвальное желание. Просто сто раз подумайте, вот настолько ли хороши компьютерные игры, чтобы строить всю свою компанию, всю свою жизнь, судьбу, грубо говоря, исключительно на их основе. То есть компьютерные игры это очень круто. Но это то же самое, что, я не знаю, там, клуб кройки и шитья. Да, неплохо там, когда вы шьёте на досуге, и это вас расслабляет. Но когда вы становитесь одержимы кройкой и шитьём, и начинаете просто сидеть круглыми сутками, ткать, ткать, ткать. Я сейчас, как вы понимаете, это отсылка к людям, которые играют в доту, например, ночами. То есть, нет, никто никогда не обвинит человека, который пришёл после работы, например, или учёбы, он сел, закатал партейку. Но люди, которые слишком серьёзно к этому относятся, это уже проблемы. И мне кажется, что Игромир, именно за счёт того, что у нас никогда не было ничего такого, чтобы могло объединить молодёжь. Ну, кроме, знаете, стандартных таких советских тем, типа, спорт, дружба, веселье, дворец пионеров, что-то такое. И поэтому, грубо говоря, дети, школьники, а большинство, подавляющее большинство посетителей Игромира, это школьники. Чтобы там не говорили, это видно. То есть, как бы, вы можете любую фотографию открыть. Тут даже не нужно никакой статистики, просто самим посчитать, сколько там школьников, сколько там не школьников. И из-за того, что у нас нет какого-то, как-то сказать, не знаю, объединяющего фестиваля или... Я бы вот даже на Комик-кон сходил с большей радостью. Я, при том, что к комиксам отношусь совершенно равнодушно. Но вот именно эта проблема того, что игры обретают слишком большую популярность, то, что люди слишком, вот, упарывают со всем этим. И особенно это видно, кстати, в комментариях, когда я играю в доту или во что-то. То есть, люди там пишут, разобрался бы сначала, я вот там 60 часов отыграл, прочитал все гайды, всё сделал. И в такие моменты я всегда хочу спросить, тебе заняться нечем? Это же, блин, игра. Игра создана для того, чтобы развлекать тебя. Я понимаю, что каждый школьник в душе киберспортсмен, он мечтает, что будет зарабатывать когда-то своим скиллом. Но правда в том, что вот я зарабатываю, играю в игры, а я играю как полный рак. И зарабатываю. Обычнство людей, которые играют там намного лучше меня, они так и останутся в безвестности навсегда. И вся их жизнь уйдёт, и всё, что у них останется, это жалкие партии в доту с людьми со всей России по ночам, которых они даже не знают и не видели никогда. И может быть там женщины, которые играют в доту, это на самом деле не женщины или стрём. Я, кстати, ненавижу женщин, которые бравируют тем, что они играют в доту. Ну, то есть, как бы, я не против того, чтобы кто-то играл в доту, если это и так. Но знаете, многие тёлки, которые играют в дотан, они такие, ой, я играю в доту, я тащу на меду, поэтому я клёвая. Да-да-да, я нравлюсь всем мужчинам, я играю в доту. Ты нравишься ненормальным, у тебя комплексы, у тех, кому ты нравишься комплексы, вам всем нужно идти к психологу, вам всем нужно найти какую-то отдушину. Для меня это, например, алкоголь, но вам я его не рекомендую, дорогие друзья, потому что очень много побочных эффектов, но мне помогло. О чём я сбились на тему алкоголя. Так вот, поэтому, когда речь заходит о Игромире, о каких-то таких фестивалях, мне кажется, что стоит идти на что-то действительно интересное. Интересное. Если вы считаете, что ваш, например, воскресный день, когда такая хорошая погода, и уже... Я звучу как старая бабка, знаете, типа, в компуктер свой играешь всё до сих пор, встань, хоть сходи, подыши воздухом, о, на серёжке из соседнего подъезда уже девочка появилась. Нет. Я так не считаю, но если вы считаете, что это нормально, вот, гробить, собственно, время на то, чтобы идти на фестиваль, где вокруг вас будут тысячи даунов, я не говорю, что все, кто идут на Игромир, дауны отнюдь. Нет. Его посещают и очень умные, интеллигентные люди. Но, будем честны, большинство дауны. Это правда. Любой отчёт, любой видео, фотоотчёт, посмотрите на то, что там происходило, правда дауны. Не в силу того, что они, там, не знаю, у них какая-то болезнь, или это они слишком молоды, слишком глупы, слишком ограничены, как правило. Мне кажется, что это своего рода съезд ненормальных. Не могу назвать его каким-то шабашем, но мне там будет в любом случае некомфортно, и поэтому меня вы на Игромире, скорее всего, не увидите. Я понимаю, что я тем самым могу вызвать всплеск агрессии в комментариях. Ну, не тем, что я там не буду, а тем, что я сказал. То есть, много людей будет писать, ты ничего не понимаешь, там такая атмосфера, туда все ходят. Ну, что я могу сказать вам, ребята? Если вам на пиру дегенератов нравится атмосфера, то, скорее всего, этот пир действительно устроен для вас. Вы дегенерат, поздравляю. И здесь два варианта. Либо смириться, либо делать что-то для того, чтобы это изменить. Если вы действительно хотите ходить по пять дней на вот такие фестивали, чтобы смотреть на стенд FIFA 15, где тёлки в футбольной форме стоят и сверкают сиськами, и вам показывают геймплей, который уже, блин, доступен, то, ну, мне правда, вас жаль. Я на такое не подписывался, я таким заниматься не буду. Опять-таки, напоминаю, если не заплатят. Пирамиды головой. И вам не рекомендую, а уж платить собственные деньги за то, чтобы вот просрать своё время, там, ладно, когда люди качают какую-нибудь там, ну, не знаю, онлайновую игру и начинают задрачивать, задрачивать, ну, и они хотя бы сидят дома. Если же вы решили выйти из дома и провести свои выходные как-то, то Игромир это вообще самое последнее место, где вы можете оказаться в мире столько интересного, вы даже не представляете. И гробить собственную жизнь на то, чтобы пойти посмотреть на альфа-версию какой-нибудь игры, которая выйдет через две недели, я этого не понимаю, я этого не понимал, я этого, наверное, никогда не пойму. Ну, пишите в комментариях мнение относительно того, что я сейчас сказал, я понимаю, что, скорее всего, будет очень много противоречивых, потому что, ну, грубо говоря, очень много и моих подписчиков, и подписчиков, там, Мэдисона, они посещают Игромиры, они свято верят в то, что это, там, лучшее мероприятие в году. Ну, друзья, я искренне желаю вам добра, когда говорю. Я не хочу вас оскорбить или, там, унизить, чтобы, ну, найдутся в комментариях люди, которые будут писать, там, да, кто пришел, все деграданты, а я один король, сижу в своем воронеже на жопе ровно, и мне никакой Игромир не нужен. Но я, правда, думаю, что если вы считаете, что Игромир – это достойное времяпривождение, вам, в первую очередь, нужно задуматься над тем, что изменить в вашей жизни. На сегодня, я думаю, все, поговорили, все обсудили, что можно. Если вам нравятся блоги Хованского, вы можете поставить лайк, будем обсуждать больше актуальных, каких-то интересных тем. Можете подписаться на канал, аннотация находится в углу, на нее нужно щелкнуть, просто на случай. Если у вас нет, вы должны включить аннотацию и потом щелкнуть. Щелкай, мудила! Я вижу, что ты это не делаешь, да, я для кого говорю? Ты ведь не подписан на меня, тварь, а, паскуда, тварь, бери, кликай на... Ладно, с вами был Юрий Хованский, это блог Хованского, друзья, всего вам доброго, и тратьте свое время с умом. Субтитры сделал DimaTorzok